Петер Пауль Рубинс Петер Пауль Рубинс – знаменитый живописец первой половины 17 века. Был сыном богатой и кипучей Фландрии. Все европейские дворы считали за честь принять его у себя. Величайший художник, наставник молодых талантов, человек огромной эрудиции, блестящий дипломат, серьезный коллекционер, создавший в своем особняке прекрасный музей, неутомимый труженик. Рубинс был одной из самых выдающихся фигур своего века. Из его мастерской вышло около трех тысяч картин и бесчисленное множество рисунков. Он родился 28 июня 1577 года в семье адвоката в небольшом немецком городке Зигень, куда его отец эмигрировал в период буржуазной революции во Фландрии в 1568 году. Семья Рубинса вернулась на родину лишь спустя 21 год после смерти отца. Петер Пауль учился живописи у художников Верхархта, Норта и Венюса. Но из его собственных записей и воспоминаний современников можно сделать вывод, что главной школой искусства явилась для него Италия, куда он приехал в мае 1600 года для завершения живописного образования. Много времени посвятил он изучению антиков, впитывая в себя и постигая творения Леонардо, Микеланджело, Джорджони, Тициану, Караваджи. Из Италии Рубинс отправился в Испанию и только в 1608 году возвратился на родину. Год спустя он становится придворным живописцем правителей Южной Фландрии, «Инфанты Изабеллы» и «Эр» с Берцога Арберта. В 1610-1612 годах Рубинс создает свои знаменитые алтари «Водружение креста» и «Снятие с креста». В них, как и в других произведениях того периода, сильно ощутимо влияние итальянцев. Вместе с тем, уже здесь ясно прослеживаются черты фламандского барокко, одним из создателей которого и был Рубинс. Постепенно в творчестве художника усиливаются драматизм, движение, экспрессия, союз земли и воды, похищение дочерей Ливкипа, охота на львов, битва Амазона. Художник пишет множество картин на мифологические, библейские и аллегорические темы, прославляя красоту человека, его силу, энергию и жизнелюбие. К нему рано приходит известный. Он выполняет многочисленные заказы европейской знать. В 1621-1625 годах он пишет для французского двора серию из 23 картин «Жизнь Марии Медичи», предназначенную для украшения галереи Люксембургского дворца. Очень интересно его портретное творчество. Портреты испанских правителей Нидерландов. Соломенная шляпка. Портрет Елены Фоурман. Это и парадные, и декоративные, и интимные портреты. Ворота дома открылись в то самое время, когда только начали надвигаться сумерки. Туман, поднявшийся с шельды, медленно наползал на город, уже затянув мостовую и цветники, и готовясь скрыть весь Антверпен, соединившись с опускавшейся вечерней мглой. Из дома на прекрасной скаковой лошади выехал немолодой, но еще полный сил человек. Весь его облик выражал уверенность в себе, энергию и спокойствие. Богатый костюм из дорогого шерстяного сукна, отделанный знаменитыми брабанскими кружевами, выдавал в нем знатного горожанина. Человек на мгновение остановил коня, вынул из кармана луковицу часов и, открыв крышку, проверил время. Все точно. Как обычно, ровно в пять он кончил работу, и вот в самом начале шестого конь уносил его на городской вал, излюбленное место прогулок. Точность, четкий заданный ритм всегда и во всем. Он выработал его давно, и это поддерживало силы для такой колоссальной работы, которую он, Петер Пауле Рубинс, призван был выполнять в жизни. Точность, вежливость королей. Значит, и ему, королю живописцев и живописцу королей, как его теперь называют, она должна быть присуща по праву. Нет, он не страдает излишним тщеславием. Он просто твердо уверен в том, что эта фраза справедливо характеризует его роль на земле. Ведь он при жизни, что, кстати, не так часто случается, завоевал мировую славу. У него столько заказов. Что не хватает даже его многочисленных помощников и часов в сутках, чтобы выполнить все и еще воплощать на полотнах замыслы, рождающиеся в собственной душе. От многого приходится отказываться, но то, за что берется, он всегда выполняет с блеском. Конь шел медленно, очевидно, чувствуя раздумчивое настроение хозяина. Рубинс любил такие минуты, когда после напряженного трудового дня можно было никуда не спешить, а вот так вдвоем со своим четвероногим другом медленно ехать по знакомой дороге, мысленно уносять вглубь своего жизненного пути. Он любил минуты, когда можно было пофилософствовать наедине с собой, окинуть мысленным взором сделанное и постараться его оценить. А создано было много и много еще хотелось совершить. Ему не к чему скромничать перед самим собой. Он, Рубинс, знает себе цену, знает, что ему подвластно то, что не сумели бы сделать другие. Он еще силен телом и духом. Он сможет написать еще столько полотен. И так хорошо, что художники долгие годы будут завидовать, а зрители восхищаться им. «Мой талант таков», – подумал он, «что как бы огромной ни была работа, она еще ни разу не превзошла моих сил». Эти слова, дошедшие до нас в воспоминаниях современников, не были бы хвальством. Рубинс обладал удивительной работоспособностью. Бесконечно талантливый, всегда полный новых замыслов, физически крепкий. Он умел прекрасно организовать свое время. Не спеша продолжал Рубинс прогулку по своему любимому Антверпену. В этот вечерний час он обращал свой взор то к пережитому, то к будущему своему существованию. Он думал не только о тех годах, которые ему отпущены, но о том, что и после смерти он останется жить в своих полотнах. Какие из них дойдут до потомков? Какие будут оценены и какие забудутся? Сейчас он вряд ли сможет это предугадать. Нужно время. Но и теперь он твердо знает, что имя его будут помнить и картины надолго переживут его, сохраняясь в коллекциях, дворцах и соборах. Нидерланды 16 века не знали таких огромных полотен, которые создавал теперь он, Рубинс. В мастерской, около холстов, постоянно сооружались высокие леса, с которых писались многие его картины. Он чувствовал себя прирожденным мастером монументальной живописи. Это пристрастие было в духе его широкой натуры и в духе его родины. И родной Антверпен, по которому он ехал сейчас, шумный, бурлящий центр богатой Фландрии, огромный международный порт, вселил в его живопись бурный ритм, кипение, жизнеутверждающую силу. Неустанная человеческая энергия, вечное движение жизни, которые так победоносно проходят во всех его картинах, взяты им у любимой страны. Фландрия – источник его силы и таланта. Он – крупнейший ее живописец, так же, как его современник Веласкес, величайший живописец Испании. А вот свое живописное мастерство развил он и усовершенствовал в Италии. Он невольно улыбнулся тому, что тогдашний 24-летний Петер Пауль, дни и ночи проводивший у полотен и скульптур гениальных итальянцев, жадно впитывавший все, что давало взору, поразившая его южная страна, предстал сейчас перед ним, как другой, давно знакомый, но уже немного забытый человек. Да, теперь он уже прожил достаточно, чтобы суметь взглянуть на себя со стороны, вернее, с высоты своего полувекового возраста. И сейчас ему захотелось увидеть себя молодым, только что вернувшимся из Италии, начавшим строить свой роскошный особняк, в котором вот уже столько лет создает он свои творения. Он строил одновременно и дом, и ателье. Строил долго, несколько лет. Переселился туда около 1615 года. Какие первые картины создал он в новой мастерской? Художник на мгновение задумался. Пожалуй, это были сцены охоты. Ими занимался он в те годы. Его влекла тогда тема борьбы человека с природой. Сила человека. Точнее, красота его тела в момент высшего напряжения сил в схватках, в битвах. И одной из первых картин, написанным им в ателье, была охота на львов. Серия охот явилась пусть маленьким, но все же этапом в его творчестве. В тот период от полотна к полотну возрастал динамизм его композиции. В первой картине из серии охот, охоте на львов, схватка дана в момент кульминации. Всадники, лошади, львы. Все сплелось в один яростный клубок. Напряженные мышцы, развивающиеся по ветру гривы, поднявшиеся на добы лошади. Картина дышит экспрессией. Сложная композиция завязана путем множества переплетающихся волнообразных линий. Сватка происходит на фоне облачного неспокойного неба, подчеркивающего напряженность момента. Физические и духовные силы достигли высшей кульминационной точки. Отвага и бесстрашие людей равна противопоставленной ярости львов. Царь зверей и венец творения человек вышли на смертельную схватку друг с другом. Рубинс писал фигуры крупно, на переднем плане, с разных ракурсов. Окончательной картине предшествовало несколько эскизов. Потом была написана охота на кабанов. Сохранятся ли эти картины? И что вообще останется его далеким потомком? Так же, как полотна на аллегорические мифологические темы, сцены охот давали ему возможность изобразить героические подвиги людей. Их полнокровную красоту, жизненную, дышащую силой и радостью земного существования. Как и античные мастера, он видел в человеке совершеннейшее создание природы, ее неотъемлемую часть. Никогда прежде в европейской живописи не были так красноречиво и пышно прославлены людские подвиги и доблести. «Надо видеть», – писал позже о выразительном языке Рубинса, французский искусствовед XIX века Фромантен. Как все это живет, движется, дышит, смотрит, действует, окрашивается, рассеивается, переплетается с фоном, отодвигается, располагается и завоевывает свое место. Слова эти как нельзя лучше относятся и к охоте на львов. Как и на всех полотнах Рубинса, здесь чувствуется свобода его манеры, сильные удары кисти, крупные, большие мазки и его собственная страстная, кипучая, жадная до жизни натура. Рубинс объехал городской вал и свернул к собору, где находились четыре алтарные картины, созданные им. Особенно ценил он водружение креста и снятие с креста. Он хотел зайти в собор и постоять у своих творений, но вспомнил, что собор, очевидно, уже заперт. «Да и дома, пожалуй, начнут волноваться», – подумал художник. «Пора кончать прогулку». Воспоминания не должны отвлечь от приятной беседы с друзьями. Кто-нибудь из них уже наверняка сидит у камина в его уютной, обтянутой тисненной кожей гостиной и предвкушает традиционный застольный разговор. Он питает глубокое отвращение к обильным выпивкам и карточной игре. Но беседа с друзьями – что может быть приятнее в часы отдыха? И он не может нарушить этой давней традиции. Рубинс поворачивает коня и направляется к дому. Сок от копыт звонко раздается в вечерней тишине. Он ловит себя на мысли, что любит свой дом и всегда с удовольствием возвращается сюда. Ему, прожившему бурную, богатую событиями жизнь, много кочевавшему по Европе, выполняя порой щекотливые дипломатические поручения королей, простительно – это маленькая слабость. Он не мыслит себя вне своей мастерской. Он любит сидеть в своей кунсткамере, очень светлой, благодаря высоким окнам, или в ротонде. Любит в который раз просматривать великолепные коллекции монет и медалей, коллекцию антиков, изделий из камня и костей, произведения живописи. Любит читать, пристроившись у камина, сочинения философов и поэтов на их родных языках. Он знает семь языков. Все, кто посетил его дом, с восторгом отзывались о хранящихся у него сокровищах и произведениях искусства. К нему стремились попасть виднейшие представители европейской знации. Инфанта Изабелла, королева-мать Франции, герцог Бекингемский, маршал Спинолла, всех, кто был его гостем и не перечислить. Его дом – свидетель радости и печали. Здесь родился его первенец Николас и умерла любимая жена Изабелла Брандт. Здесь сейчас он счастлив с молодой красавицей Еленой Фоурман, воспитой им в стольких полотнах. И пятеро веселых, здоровых детей радуют их. Погруженный в свои мысли, художник не заметил, как приблизился к своему жилищу, ставшему одним из красивейших уголков Антверпена. Слуга впустил его в ворота и Рубец въехал во внутренний двор. Он сошел с лошади и повернул налево к жилым помещениям. Он всегда любовался на этот красивый кирпичный с белым камнем фасад, выполненный в строгом старо-фламандском стиле. Впрочем, не меньше нравилось ему и находившееся в правой части двора роскошное ателье, украшенное пышным итальянским орнаментом. Здесь, в его жилище, как и в нем самом, в его живописи, неразрывно существовали две его всегдашние привязанности – Италия и Фландрия. Левое и правое крылья зданий объединил он прекрасным барочным портиком с тремя арками. Он сам создал проект портика и неоднократно изображал его на своих полотнах. Сейчас портик едва виднелся в густых сумерках. Рубец машинально взглянул на его правое крыло и скорее угадал, чем прочитал начертанный им девиз из сатир ювенала. Помолимся за здоровый дух в здоровом теле. Он прожил бурную и яркую жизнь. Много сил отдал дипломатической работе. Благодаря его деятельности был заключен мир между Испанией и Англией, в результате которого Англия перестала являться союзницей Голландии, ведшей войну с Фландрией. В своем роскошном доме в Антверпене Рубец выстроил помимо собственной мастерской огромную мастерскую и жилое помещение для учеников, которых у него было множество. Среди них один из известнейших художников Ван Дейб. Обычно ученики помогали Рубенцу выполнять многочисленные заказы. Лишь последние годы жизни большую часть картин живописец выполняет сам. И качество этих последних вещей особенно высоко. Скончался Рубенц 30 мая 1640 года. Творчество его оказало огромное влияние на многих выдающихся европейских живописцев и современников, и представителей последующих поколений, среди которых можно назвать французского романтика де ла Круа. Жизнелюбивое творчество Рубенцев – это одна из самых ярких и интересных страниц в истории мировой живописи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова